Теория хаоса Согласит, взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом. С этим утверждением сложно не согласиться, говоря о ходе исторических событий начала 20 века. Промышленный и научный прогресс с одной стороны и деградация общественно-политической и социальной системы колониального мира с другой действительно привели человечество к настоящему хаосу, который, в свою очередь, породил новый мировой порядок. Такой эффект бабочки сработал 28 июня 1914 года. В городе Сараево сербский террорист Гаврила Принцип выстрелом в упор убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда. Так началась Первая мировая война. Этой отсылки можно было и избежать, но, представляя вашему вниманию новый документальный проект на историческую тему, все-таки хочется рассматривать историю Казахстана в контексте истории мировой. Здравствуйте, меня зовут Адиль Нуртай, и я хочу представить вам цикл документальных фильмов «Алаш. История степного интернационала». Цель этого проекта – рассмотреть историю движения «Алаш» через призму истории всемирной, осмыслить истинные масштабы и горизонты идеи «Алаш», понять, почему эта идея смогла сплотить не только казахскую элиту и казахов в целом, но и представителей русской, кыргызской, башкирской и европейской интеллигенции. Первая мировая война – первый в истории военный конфликт, в котором приняло участие 38 из 59 существовавших на тот момент государств. Война первых танков, самолетов, дирижаблей, пулеметов. Война, в которой впервые было использовано химическое оружие. Это была самая кровопролитная война на тот момент. Общее количество погибших в ней, по разным оценкам, превысило 18 миллионов человек. В результате Первой мировой войны прекратили свое существование четыре крупнейшие империи – германская, австро-венгерская, османская и российская. Закату колониальных метрополий способствовало и повсеместное усиление национально-освободительных движений в Восточной Европе, на Балканах и Прибалтике. На карте мира появились с десяток новых суверенных национальных государств. Среди них Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Латвия, Литва, Финляндия и Эстония. Было такое движение и в Казахстане. Нам оно известно под названием «Алаш», главным и принципиальным отличием которого являлось то, что движение это было не сугубо национально-освободительным, но в большей степени политическим, а значит, в большей мере прогрессивным. Идея «Алаш» значительно опережала свое время. В этом была и ее главная трагедия. В советское время вот этот дискурс был очень популярным. Все эти движения, начало 20 века, им придавалась больше этническая краска. Понятно, они действовали в определенной этнической среде, представители определенного этноса, поэтому внешне это действительно выглядело как этнические движения. Однако идеи у них не были этническими. Это именно были национальные движения, то есть движения, которые ставили своей целью формирование политической нации. И движение «Алаш» было именно таким. Алихан Ахмед Мржакыб. Эти имена первыми приходят на ум у большинства людей при упоминании движения «Алаш». Во многом, конечно, благодаря этой знаменитой фотографии. Более просвещенные зовут еще с десяток имен и фамилий. Мустафа Шухай, Алимхан Ермеков, Мухаммеджан Тенешпаев, Махжан, Мухтар, Халел и Жаханша, Марсеков, Габасов, Аймаутов. И все сплошь казахи. Понятно, скажете вы, «Алаш» ведь движение казахской интеллигенции и государство «Алаш» было национальным. Все верно, но мало кто знает, что среди активистов «Алаш» были хргызы и башкиры, русские, польские, турецкие и крымские интеллигенты сочувствовали и сопереживали этому движению и его идеям. Григорий Потанин, Ахмед Заки Валяди Тоган, Хасым Танестанов и многие другие были вдохновлены прогрессивными идеями и идеалами «Алаш». Партия «Алаш» — это, конечно, не узконациональная партия была. Это была партия того времена и того масштаба. Если она имела бы какую-то узкую направленность, тогда партия «Алаш» не поддерживалась бы допустим крыгызскими интеллигенциями и узбекистами. В общем, в Центральной Азии даже дошло до того, что и в Турции тоже поддерживали идею «Алаша». Будущие лидеры движения «Алаш» называли себя «западниками», то есть приверженцами западного европейского пути развития. Определив для себя главной целью защиту интересов народа, изначально они избрали путь политической борьбы. Лидеры и большая часть участников будущего движения «Алаш» были высокообразованными для того времени людьми с активной гражданской позицией и к тому времени уже большим опытом общественно-политической деятельности. К чести «Алашардинцев» они не позиционировали изначально себя как национальное движение. Они позиционировали себя как движение, которое пыталось сохранить вот эти национальные территории, собственно говоря, самобытность народа, эволюционно развиваться, но при этом ни в коем случае не унижая те народности, те, скажем так, переселенцев, те же, неважно, русские, то украинцы, немцы или представители других народов, потому что они рассматривали, что все это должно идти только демократическим путем. Стремление к демократическим реформам и прогрессивным формам государственного строительства основывалось на постоянном изучении опыта самых передовых и быстро развивающихся стран мира. Получившие западное, светское образование, будущие деятели «Алаш» были в курсе политических событий, которые происходили в Европе и Америке. Алихан Букехан и другие представители движения «Алаш» интересовались европейскими странами. Алихан Букеханов вообще считал Германию очень мощной страной, которая быстро развивалась, а также алаш-родельцы интересовались. Швейцарии, США, Японии. Они изучали опыт разных стран и хотели принимать положительные элементы из этих стран. В ходе Первой мировой войны, которая к тому моменту вошла в заключительную фазу и страны-антанты уже имели заметное преимущество перед тройственным союзом противников, будущие деятели «Алаш» с особым интересом наблюдали за Британской империей. В частности, за взаимодействием Англии как митрополией, с ее формальными колониями-доминионами Канадой, Австралией и Новой Зеландией, которые фактически были суверенными государствами. Эта модель взаимоотношений вызывала у казахских политиков живой интерес. Еще до свержения царской власти те же лидеры движения «Алаш» рассматривали разные варианты образования в зависимости от сложившейся политической ситуации. Например, после свержения царской империи Алихан Бокихан в бытность комиссаром временного всероссийского правительства уже на странице газеты «Казах» выступил с одной статьей, называется «Туркестан», что Туркестан после созыва Всероссийского учреждения собрания возможно получит статус доминона. Он как раз приводит в пример Австралию, Канаду и Оранжевую республику, которые де юре являются, скажем так, доминоном Великобритании, де факто они являются независимыми государствами, суверенными. С этой идеей казахская интеллигенция была знакома и вот эта форма, скажем, организации государства и эта форма освобождения от колониального гнета она как раз была применена и эта идея она очень долго ходила в головах казахской и целой мусульманской интеллигенции России идея доминионов, идея штатов то есть североамериканский опыт он осмысливался казахской интеллигенцией. Расхожая фраза гласит «Не занимайтесь политикой, иначе политика займется вами». Да, как только будущие лидеры Алаш заявили о своих политических идеях и целях, они сразу же попали в поле зрения крупнейших игроков мировой геополитики того времени, большинство из которых, преследуя свои цели, заботились об интересах Алаша и казахского народа в меньшей степени. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обратил на движение Алаш. Были попытки контактов через сибирских эмиссаров в городе Томске такая попытка была. Была попытка через французских представителей эмиссаров, агентов. Была попытка через турецких. Соединенные Штаты Америки, естественно, были заинтересованы в распаде России. Просто в распаде. Поэтому они готовы были поддержать не только Алаш, а любое маломальское движение на тот момент. Тем не менее, значительную роль в формировании политической повестки и стратегии будущих деятелей Алаш сыграла именно внешняя политика и идеология Соединенных Штатов Америки, которые еще недавно сами были колонией Великобритании. Вашингтон был заинтересован в падении Российской империи в целом и русской монархии в частности. При таких обстоятельствах, когда оказывается между молотом и наковальней, пришлось выбирать либо между вариантом имперского колониализма, который поддерживали страны-антанты, то есть обновления той же самой Российской империи. Либо вариант неоколониального стандарта, который продвигали США и который хотя бы номинальную, но республику как бы гарантировали. Банановую республику, но гарантировали. 25 июня 1916 года царь Николай II издал указ о реквизиции мужского и народческого населения Туркестана и Степного края на прифронтовые работы. Мобилизация на войну, цели причины которой непонятны населению, понятно, не получила поддержки широких масс. Начались волнения, люди взялись за оружие. В этой ситуации лидеры Алаш, воспользовавшись моментом, казалось бы, могли и должны были возглавить реакцию. Однако они, понимая бесполезность и губительность вооруженного сопротивления, первыми выступили против восстания, пытались убедить повстанцев принять указ царя и подчиниться. Когда мы говорим о ситуации вот 16-17 года, вот, это был компромисс между и теми, кто стоял на, скажем так, условно-консервативных позициях и на тех позициях, которые были, скажем так, модернизационные позиции, условно говоря. Это трудный выбор, это тяжелый выбор, вот, но иерархии приоритетов необходимо выстраивать. Поэтому сейчас мы точно так же, в общем-то, ищем дорогу, у нас сейчас больше возможностей для модернизации. Самое главное, мы получили непоротое поколение. Но это непоротое поколение, нужны еще и духовные ориентиры, исторические ориентиры. А у нас до сих пор преподается история под тем каноном, который заложили, в общем-то, в 44-м году ЦК ВКПБ, когда того же Бекмаханова, будем так говорить, и других репрессировали. Вообще, события 16-го года, позже, в советской идеологической пропаганде, займут отдельное место. По мотивам восстания под предводительством Амангильды Иманова снимут первый казахский полнометражный фильм. А вот такие карикатуры на лидеров Алаш будут распространяться с целью их дискредитации в глазах общества. Нужно сказать, и сегодня находятся люди, которые пытаются противопоставить лидеров движения Алаш тому же Амангильды Иманову, обвинить их в бездействии или даже предательстве национальных интересов. Однако, в этом непростом вопросе оценки исторических событий и личностей нельзя быть категоричным и для того, чтобы возвысить одного, необязательно принижать другого. Это было сложное время. Но именно в такие сложные моменты и проявляются настоящие лидеры, которые могут трезво оценивать ситуацию. Лидеры Алаш, конечно же, понимали чаяние народа, но понимали они и последствия, с которыми тому же народу придется столкнуться. Ведь если повстанцы в Тургай, Житесу, Фергане или Ходженте поддались стихийной реакции, то имперский режим видел в этом реакцию цепную, организованную и спланированную. К тому же царизм пугала угроза объединения тюрко-мусульманских народов на основе идеи пантюркизма, которая, кстати, не перестанет быть фобией и всех последующих режимов и не только в Москве. Именно Ахмед Пайтурсунов Мухтар Ауэзову вот эту идею или предложение написать о восстании с 16-го года. Херезамания такого Мухтара Ауэза потрясающая. Это одна из лучших его вещей произведения. Так это же произведение посвящено пантюркизским. Все время переводчики выстригивали, они убирали там уйгуров, киргизов и так далее. А если просто читать оригинал, понимаешь, это последняя попытка тюркских народов с оружием в руках выйти встать на защиту своих фундаментальных национальных интересов тюркского свойства. Но вернемся в 1916 год, где восстание охватило всю степь. Тысячи казахов вместе с другими инородцами, как было описано в указе царя, довольно быстро смогли создать мощное сопротивление на территории практически всего современного Казахстана и Средней Азии. Такой масштаб восстания стал для царского режима настоящей проблемой. для решения которой пришлось даже снимать регулярные войска с театра военных действий на фронте и отправлять их в степь. В результате жестокой карательной операции погибли десятки тысяч человек. Основным триггером послужило все же унитающее положение казахского населения, когда рост переселенской политики плюс обнищание, и это на фоне неожиданно начавшейся Первой мировой войны, которая, собственно говоря, обнажила всю неспособность российского политического истеблишмента управлять страной ни в военном плане, ни в экономическом. Соответственно, можно забыть о всех социальных, культурных задачах, которые, собственно говоря, должны решаться. Конечно, восстание 16-го года внесло свою лепту в свержение царизма, но и в самой России протестные настроения уже достигли пика. Абсолютно все политические силы объединились против самодержавия. В феврале 1917-го года случилась буржуазно-демократическая революция, больше известная как февральская, перешедшая на сторону восставшего народа Петроградский гарнизон решил судьбу русской монархии. Николай II был вынужден отречься от престола, а к власти пришло Временное правительство, которое было сформировано из представителей практически всех политических сил того времени. Временное правительство, понятно, было более слышащим и демократичным. Оно пыталось навести порядок в центре и наладить контакт с национальными окраинами. Именно при Временном правительстве будущие лидеры Алаш получили возможность принять участие в управлении государством. Александр Керенский пролоббировал, можно сказать, пролоббировал в 17-м году назначение Алихана Букихана комиссаром Временного правительства в Тургайской области. Также по его поддержке Бахткири Хуману стал комиссаром Временного правительства Буковской Орде. Ахмед Баремджанула стал комиссаром в Кустанайском уезде. Муханеджан Теншпавел стал членом Тургайного Туркестанского комитета Временного правительства. Эта интеллигенция помогала казахским общественным деятелям. Александр Керенский, которого в российской прессе на пике его политической карьеры называли гением русской свободы и символом демократии, хорошо знал казахских политиков, доверял им. Будучи еще подростком, он жил в Ташкенте и учился в гимназии, которую позже окончит и Мустафа Шухай. Во многом благодаря этому Александр Керенский с сочувствием отнесся к жертвам карательной операции, жестоко подавившей восстание в Казахстане и Средней Азии. Меня очень впечатлил отчет Керенского, когда произошло национальное освободительное движение, и когда оно на юге Казахстана, особенно в Казахстанском, был жестоко подавлено, Керенский сделал аналитический отчет, я был просто потрясен. Он там прямо обвиняет временное правительство, прямо обвиняет местных управителей за бесчеловеческое отношение к местному населению. По сути, в его отчетах я не обнаружил хоть маломальски каких-то недружелюбных шовинистических настроений, интенсий, собственно говоря, в его риторике. Более того, он отнесся к казахскому населению как живым подданным, которых нужно защищать, которых нужно уважать и помогать. И Временное правительство в срочном порядке выпустило несколько директив по защите интересов коренного населения в этом регионе. В условиях свержения царизма и на фоне назревающей гражданской войны главной целью и миссии Временного правительства было сохранение целостности государства и реформирование системы власти. Ну а первоочередной задачей Временного правительства стал созыв учредительного собрания представительного органа в формате однопалатного парламента, который смог бы объединить все политические силы России, дать им право голоса и провести политические реформы не на улицах с оружием в руках, а цивилизованно за столом переговоров. Казахская интеллигенция новости о созыве учредительного собрания восприняла с большим воодушевлением, ведь для казахов, как и для других народов империи, это стало шансом быть услышанными и обратить внимание центральной власти на свои проблемы. Это для них было, что это настал наш час. Мы создаем партию, мы начинаем бороться, вернее, бороться уже как, они же не думали о том, что им придется вооруженным путем с какими-то там большевиками сражаться. Они же все это в рамках конституционных прав. Очень важно, почему было создать партию к этому времени, потому что на учредительном собрании предстояло решить будущее России. Если национальные партии будут созданы, то они там скажут свое слово. То есть все было рассчитано на этот демократический эволюционный путь. При последнем допросе Алихана Бакихана в Бутыке в августе 1937 года Алихан Бакихан говорил, что он вел переговоры, сам лично вел переговоры с лидерами политических партий России о том, что казахи и другие тюрко-мусульманские народы должны получить право на самопределение на ожидаемом Всероссийском учредительном собрании. И многие, допустим, Кадетская партия, СССР, победившие на выборах во Всероссийском учредительном собрании, они уже заранее относились с пониманием желания подколониальных тюрко-мусульманских народов на получение права на самопределение. Де-факто, уже будучи готовыми к организованной политической деятельности, Алихан Букиханов и его соратники начинают активную работу по подготовке и проведению съезда, на котором должна была быть сформирована и утверждена политическая повестка и стратегия дальнейших действий. 21 июля 1917 года в Оренбурге, бывшим тогда Центром Сосредоточения Казахской Политической Элиты состоялся первый Всеказахско-Кыргызский Съезд, на котором было официально объявлено о создании политической партии под названием Алаш. Ученые сейчас спорят, можно ли партии называть, либо это движение, но мне кажется, это спор больше о каких-то формальных вещах. По сути дела, вот эта молодая интеллигенция, входили они в партию Алаш, либо они просто сочувствовали ей. Можно объединить как некое такое общее движение. Я бы, скажем, к этим лицам отнес и тех людей, которые были противниками политической партии Алаш, такими как Сакинси и Фуллин, например. Потому что это как раз такое общее было движение на просвещение, на внедрение такого современного европейского образования в казахской среде и таким образом качественное изменение самих казахов. Проект программы партии Алаш разрушения казахских средств отражали именно идеализм, который существовал в целом России в это время. Председателем партии Алаш был избран Алихан Букиханов, который на тот момент являлся самым известным и авторитетным политиком не только в среде казахов, но и других тюрко-мусульманских народов. Личность Букиханова очень противоречива в хорошем смысле этого слова. Являясь потомственным чингизидом, то есть представителем степной аристократии, будучи прямым потомком и наследником ханов и султанов, сам Алихан был убежденным демократом. Он первым выступал против монархии в любых ее проявлениях. Белая кость, как говорят казахи, или голубая кровь, как говорят на Западе, конечно же, в какой-то степени легитимизировали его возвышение в глазах народа, но верили и голосовали за Букиханова, в первую очередь оценивая его личностные человеческие качества. Алихан Букиханов он пользовался доверием по ряду причин. Не только потому, что он чингизид, не только потому, что он получил университетское образование модернистское, скажем так. В некоторых вопросах его поправляют старшие товарищи, тот же Каратаев, многие другие, но так или иначе никто не стал под сомнение его патриотизм. И поэтому ему доверяли и его принимали как лидера, получается, и только мусульманский народ в том числе. В современном маркетинге или рекламе, проще говоря, которая, как все мы знаем, является двигателем торговли, есть один очень важный процесс, он называется нейминг. Это процесс разработки бренда, названия товара или услуги. Как максимум, задача для успешного нейминга – это привлечение целевой аудитории, как минимум, не отторжения ее. В политике все примерно так же, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так вот, корабль под названием «Алаш», очевидно, имел гораздо более масштабные цели и задачи, чем мы сегодня можем себе представить. Называя свое политическое движение этим понятным для всех тюркских народов именем, Алихан Букиханов и его сподвижники смотрели далеко в будущее, потому что хорошо знали прошлое, ведь именно древний, сакральный и сокровенный для всех тюрков уран. Призыв «Алаш» мог вновь объединить их в одно целое. «Алаш», например, у башкир тоже есть «Алаш». Он является одним из уранов «Алаш». У одного из, например, из родов именно его уран называется «Алаш» тоже есть. Такой же «Алаш-Алаш». Получается, он имеет древнетюркский корень. Само слово «Алаш» это прежде всего объединяющие понятия. Это слово без природы понимают и узбеки, и хороци, и туркмены, все. В этом слово есть какое-то сакральное, уважительное значение для нас, для туркеских народов, народов Центральной Азии. Именно термин «Алаш» объединял подданных казахского ханства вне зависимости от этнической принадлежности. Вот это знаменитый Алта-Алаш в начало XVIII века он же объединял крымы казахов, он объединял киргизов, каракалпаков, население Ташкентского Азиса. То есть был более широким таким термином северных киргизов, которые являлись узеленами казахского хана, они все объединялись под термином Алта-Алаш. Под именем Аллаш скрывалось именно воссоздание скажем той же Золотой Орды именно собрать вокруг Аллаш тех же тюрко-мусульманских народов, которые в силу исторических катаклизмов, обстоятельств стали колонией Российской империи. Почетным председателем партии Аллаш на этом же съезде единогласно будет избран Григорий Потанин. Выступая перед участниками съезда, один из лидеров созданной партии Миржах Абдулатов называет Потанина нашим сибирским особо почитаемым Ахсакалом. И это логично, ведь в Григории Потанине казахские деятели видят не только лидера сибирского областничества и политического союзника, а человека, который являлся для них связующим звеном Сабаем и Шоханом Валихановым, с которыми Потанин был близко знаком и дружен. Алихан Бокихан, если когда читаешь его письма, адресованные Григория Потанина, то он самыми сокровенными мыслями, идеями делился даже не столько с Ахмедом Батерсоновым или Миржаком Абдулатовым и другим, а он делился именно с Григорием Потаниным. В статье, посвященной Григорию Потанину, опубликованной в 1913 году в газете «Казах», он пишет о том, что Григорий Потанин мечтает, чтобы казахи возродили свою государственность, чтобы их столицей стало город Ахмала, и где будет открыт университет, где будут воспитываться будущие Чуканы Валихановы, образовывающие интеллектуалы этого народа, что казахский народ очень талантливый народ. И он эти слова приписывал Григорию Потанину. Он относился с глубоким уважением ко всем коренным народам и казахам особенно. Во-первых, он хорошо знал казахский язык, был лично знаком со многими деятелями, в том числе Исабаем, Кудамбаем, лично знал Алихана, Букихана, Ахмеда Байтерсона, многих. И являясь человеком более преклонного возраста, он многое время уделял изучению казахского языка, казахской культуры, этнографии, очень много внес в научный оборот терминов, очень много сделал для популяризации казахской культуры и вообще казахского этноса в среде научной интеллигенции. Он всегда с особым пиететом говорил о значимости казахов среди тюркских народов, потому что он понимал, что казахи являются центральной фигурой среди всех тюркских народов. И это очень сильно подкупало. Плюс ко всему, он не был шовинистом, в прямом выражении, он не был империалистом, он не был колонистом. Решающую роль Григорий Потанин сыграл в сближении движения Алаш с движением сибирского областничества, которое также, как и Алаш, ставило своей целью демократизацию и реформирование Российской империи. Только передовая идея федеративного устройства государства, по их общему мнению, была приемлема и, возможно, на тот исторический момент. Более того, сибирские областники Потанина активно продвигали идею автономии Сибири и отделение ее от России, а сибиряков представляли они как новую самостоятельную нацию. В то же время сибирское областничество это одно из немногих, а может быть, даже и единственное общественно-политическое движение, которое поднимало вопросы прав и интересов малых народов империи, которых сам царь и его последователи воспринимали и называли инородцами. Если проводить связи с сибирским областническим движением, которое было подготовлено трудами Потанина, Ядринцева и других, так далеко, как башкирское правительство, как Лашурда, как Туркестанское правительство, как Анской автономии, они, конечно, так далеко зайти не могли, оно было задавлено Колчаком, потом уже советской властью. Их политические, скажем так, интересы, конечно, были во многом общими, это предполагало именно право народа на самоопределение. Вот та весна 1917 года, которая открылась выборами в учредительном собрании, она пробудила именно вот самоорганизацию народа коренного и сибирских, ну и, конечно, для народов исторического Туркестана, я имею в виду башкиры, казахов, узбеков, киргиз и других народов. После успешного проведения июльского съезда в Оренбурге Алихан Бакиханов, Алимхан Ермеков и ряд других деятелей Алаш с большим энтузиазмом принимают участие в первом общесибирском съезде в Томске в октябре 1917 года организованном сибирскими автономистами. Алихан Бакиханов выступил на съезде с пламенной речью, в которой был слышен голос всего населения, не только казахов, но и многих других народов, оказавшихся под гнетом колониализма. Если бы та идея, которая была озвучена на первом общесибирском съезде в Томске реализовалась, то, возможно, Россия ожила бы уже в другом формате, скажем так, не колониальная Российская империя, а федеративная. Основная идея этого съезда была собрать все политические силы, с целью объединить консолидирующую роль и вести страну не к развалу огромную империю, а до учредительного собрания, на котором будут решаться будущие Российские империи, как политическое устройство. И там уже рассматривалась каждая народность, каждая территория, в каком статусе туда может войти. Поэтому алошардинцы и активизировались, чтобы уже, понимая историческую ситуацию, быть готовым к тому, чтобы сохранить территориальность, сохранить целостность. Все же казахская государство, она же была и до Российской империи. Мы имеем древнюю историю достаточно. Мало кто знает, но общесибирский съезд в Томске объединил представителей и многих тюркских народов. В частности, участниками от бурятов и якутов стали такие деятели, как Бояртон Вампилон и Семен Новгородов, которые горячо восприняли идеи Алаш и также были заинтересованы в сближении тюркских народов. Алихан Букихан и казахские национальные лидеры прекрасно осознавали, что Сибирь это тоже территория, населенная различными тюркскими народами. И причем на Томском съезде все другие, допустим, те же якуты, мордуи, тувинцы тоже поддержали эту идею. Выступая на съезде, Алихан Букихана в частности говорил, здесь нам говорят о федерации и об автономии, мы же требуем себе самоопределения, предоставления нам права самим решать, как нам управляться и жить. Нельзя управлять страной из Петербурга, нужно предоставить народам право жить не по Марксу, не по готовым формулам, а так, как они захотят. В частности, Алихан Букиханов и Раимжан Марсеков на съезде автономистов согласованно с сибирским движением и представителями башкирской интеллигенции предложили реформировать государственный строй бывшей империи по примеру Соединенных Штатов Америки, в которых территории Сибири, Казахстана и Башкортостана сформировали бы так называемые мусульманские штаты Восточной России. Сегодня в нашем распоряжении есть вот такая карта, на которой авторами этой идеи расчерчены примерные границы предполагаемой федерации и ее штатов. Сибирь должна была образовать ну как бы отдельной федерацией, но в составе российской федерации. И Алихан Бакихан, выступая на втором всеказахско-киргизском съезде, он предложил именно объединиться с Сибирью, чтобы отделиться от пут Великой империи и в составе Сибири, Сибирской федерации, скажем, укрепить свою государственную, определить безболезно, бескровно нашу казахскую территорию и включить в Конституцию Сибири именно главу о том, что казахо-киргизская автономия при первом же пожелании отделиться от Сибири будет иметь право отделяться. Башкирское национальное движение, казахское национальное движение Алаш и сибирское правительство хотели также союза. И этот союз, который они хотели создать, должен был называться Восточный союз. Об этом сведения мы можем встретить на страницах периодической печати того времени. Нужно отметить, что вопросы и проблемы, которые поднимали на съезде, а после и в печати деятели Алаш, хотя и не интересовали центр, игнорировались им, но вполне адекватно и с пониманием воспринимались русской элитой на местах, проявлявшей таким образом гораздо большую сознательность и ответственность. значительная часть в том числе русской элиты региональной, она разделяла идеи, которые высказывались лидерами Алаш. Очень хорошо известна работа Сидельникова, например, о земельном борьбе в Киргизской степи, где, по сути дела, он сформулировал проблемы и показал пути решения именно в том же самом ключе, в котором его раскрывали лидеры Алаш. И в этом плане ему было намного проще, потому что он был свободен от обвинения в какой-то предвзятости, в каком-то лоббировании этнических интересов, в чем иногда обвиняли казахских политиков. Земельный вопрос традиционно был самым наболевшим в казахской повестке. А к 1917 году ситуация осложнилась уже основательным укоренением переселенцев на территории Казахстана, когда уже невозможно было отделить казахские кочевья от русских поселений. И этот вопрос также неоднократно поднимался лидером Алаш Алиханом Букихановым. Еще до образования в Оренбурге на втором всеказахско-киргизском Куралтайе съезде национальной территориальной автономии Алаш Алихан Букихан выступил на страницах газеты «Казак» со статьей, где он подводил итоги первого общесибирского съезда в Томске под названием «Жалпы сибирсиеза», где он буквально ставит очень большую проблему. Я его процитирую. Он пишет «Казак бұл автономия боламыз десек, алдымызда шешуі қиын бір жұмбак бар. Орал, торғай, ақмола, семейде көп мұжық бізбен констас». Бұл обылысырда мұжықпен қазақ қым қиғаш арылас. Мұжықпен арылас қазақта тастап, алғы қазақ болышығамыз десек, қазақ орыста қалады. Қазақта бүл жерден көшіріп аламыз десек, бұл қазақ ата қонсынан көшпес. Көшісе арқылсыздық болады. Қазақ жерінің ең жақшысы, осы мұжықпен арыласыға тұрған жер. Түбінде қазақ орыста бір автономия түбін қазақ қазақ сгар саңына февральтесь революци двоевласти временного правительства и Петроградского совета уже осенью привело к свержению Временного правительства Октябрьской революции большевиков. Однако большинство политических движений России, в том числе и партия «Алаш», не признали Октябрьскую революцию и готовились к созыву учредительного собрания. На всей территории Российской империи проходят выборы представителей в учредительное собрание. В избирательной кампании приняло участие 13 общероссийских и 34 национальные партии, в том числе и партия «Алаш», которая одерживает уверенную победу на всей территории Казахстана, в итоге получив 12 мест во Всероссийском учредительном собрании. Стоит отметить, что кандидатами в депутаты от «Алаш» выступали в том числе и русские деятели Шибалин, Шендриков, Шкапский, Бабкин, Пробков, а также Кыргыз Саурамбаев. Они большие надежды возлагали на учредительные собрания. Но потом состоялась вторая революция, Октябрьская, и в этот период многие народы, в том числе лидеры башкирского и казахского народов, не восприняли большевистское движение. Поняв, что гражданская война неминуема, тем более на местах уже началась полная анархия, когда, как в известном фильме, люди видели, как опять и опять власть меняется, партия «Алаш» для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны и защитить население от кровопролития и смуты, в декабре 1917 года созывает Второй Всеказахско-Кыргызский съезд, все там же, в Оренбурге, на котором объявляет о создании автономии «Алаш» и правительства «Алаш-Орда», фактически заявляя о независимости вновь созданного государства. Движение «Алаш» очень быстро и неожиданно оформилось для российского полистического истеблишмента. Тот же Милюков-Керенский, честно говоря, были в шоке, когда узнали, что «Алаш» очень быстро собрался, провел один-два съезда и сделал все возможное, чтобы территориально сохранить целостность. Команда Алихана Букихану проделала просто феноменальную работу. То, что не смогла сделать политический стеблишмент во многих национальных окраинах Российской империи, это с блеском удалось казахской интеллигенции. Это первое, которое шокировало. Были шокированы даже сибирские автономисты во главе с Григорием Ботанином, ведь формирование правительства «Алаш» произошло раньше, чем формирование сибирского правительства. В таких непростых условиях была восстановлена утраченная независимость и государственность казахов. Причем это было настоящим перерождением нашей нации, которая теперь подняла знамя светского и демократического государства. Это была первая казахская республика – республика «Алаш». А почему ее называли автономией? Какое отношение к «Алаше» имеют кургызы и башкиры? Я расскажу вам в следующем выпуске нашего проекта. Это документальный цикл «Алаш. История степного интернационала». Меня зовут Адиль Нуртай. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова